Обновленный парк в центре города. Сегодня в Ярославле открылся после реконструкции Власевский сквер. Он находится за памятником Федору Волкову. Ярославцы, чьи маршруты постоянно проходят через этот зеленый островок, не узнали знакомое место. Каждый день наблюдаем какие тут изменения. Просто раньше мы ходили на физкультуру постоянно здесь и некрасиво, так некрасиво. Серьезно, особенно весной. Последние штрихи благоустройства обновленный парк встречает прохожих, празднично принарядившись. Светодиодные фонари, цветочные композиции. Сегодня мы видим, что предвыборные обещания мэра воплощаются в жизнь. Мы видим, какой прекрасный парк воссоздан в центре города. Я верю, что у нас на резинотехнике будет такой же парк. И на мраморе именно тех, кто не пожалел денег на красоту. Деньги неравнодушных к развитию и к украшению города нашего родного Ярославля. Бизнесменов и меценатов. В том числе немножко и мои. Плетка, что заменила асфальтовое покрытие, особенно радует женщин. По таким дорожкам удобно ходить. Отдыхать тоже комфортно. Повсюду лавочки, так что и туристам, и самим ярославцам теперь есть где отдохнуть. Я счастлив, честно говоря, что получилось, что мы строили, строили и наконец построили. В общем, господа, все в сад во Власевский. Власевский парк невелик по размерам, поэтому размахнуться особенно негде. Другое дело парк нефтяников. Уже готов эскизный проект реконструкции. Его уже показали жителям микрорайона. Их мнение будет учтено при формировании окончательной концепции. Все жители 12 округа получили в виде буклетиков эскизную листовку парка, где они смогут выразить свои пожелания по поводу различных, свои идеи и пожелания по поводу благоустройства парка. Художники о их присутствии здесь концептуально уже активно обживают отведенный им сектор. Планируется, что Власевский парк будет неким аналогом Монмартра, где между искусством и жизнью не будет преград. Хорошо, что контражор здесь, солнышко, видите, оттуда светит. То есть, если это чуть-чуть затенит часть, то получится, работа будет нормально, в тени. Это самое главное. В палитре города появились новые краски. Власевский парк стал первым штрихом в картине обновления. А вечером в сквере были настоящие народные гуляния с музыкой и танцами. Но главным событием стало включение специального освещения парка. Вот так весело начался вечер у подножия памятника великому лицидею Федору Волкову. Помнится, он тоже любил красивые уличные филеи. Парк довольно уютный. В Брагино тоже бы хотелось такое видеть. Тут довольно круто. Да, замечательный парк. Все четко, ровно, отлично. Все как надо. Да, спасибо огромное. Когда совсем стемнело, включили нижний ярус подсветки. Фонари меняют не только силу света, насыщенность, но и сам цвет. Сейчас, когда листвы немного, нет того отражения, которое будет летом. В ходе предвыборной кампании Евгений Урлашов обещал, что будет заниматься восстановлением парков. И сегодня мы находимся на открытии Власевского сквера, восстановленного и реконструированного. На следующей неделе начнется установка освещения в Бутусовском парке. И мы видим, что обещания, данные на выборах, выполняются. Парк действительно сделан в кратчайшие сроки. Это только начало планомерного преображения парковых зон всего города. Ну вот первый парк, пусть даже и поздно, мы открываем. Раньше это было невозможно сделать по времени, не успевали. Но я думаю, что это уже раскрылась перспектива парка. Раньше это было такое черное пятно, и когда мы едем, мы не видели перспективы. Сейчас вот эта подсветка, фонари и то, что мы включим, может, не совсем получилось то, что мы хотели, но когда выпадет снег, подсветка будет сильнее играть. Изумительно. Изумительно. Парк очень хороший. Атмосфера здесь, ну, прямо вот, ну, очень добрая. И быстро, и быстро очень сделали. Вот я свидетель.